а вот для меня остается большой загадкой вот это вообще появление такой общины который называется в израиле кибуз как я знаю многие бежали в израиль переезжали в израиль именно из коммунистических стран то есть бежа от коммунистического гнета и приехав в израиль многие из них объединялись в коммуны и жили в принципе по идеологии коммунизма когда все равны все равно общий труд общая добыча каких-то полезных на продуктов питания земли хозяйства и потом делить все поровну как эта идеология переехала из коммунистических стран в израиль и приобрела вот то что имеет она и вообще какой устрою кибуца на самом деле я знаю что там много еще и приятных бенефитов потому что многие получают шикарное образование с целью чтобы они могли вернуться обратно в кибуц и свои знания рассказывать остальным как вообще устройство кибуца образовалось в израиле это больше вопрос такой исторический но без подготовки не так просто на него ответить но давайте сразу немножко уточним ситуацию это не когда кибуц не появился когда евреи бежали из стран коммунистического гнета и приехали в израиль кибуц на самом деле было все с точностью наоборот потому что именно первоначальное сианинское движение давайте немножко о нем поговорим сианинское движение возникает в большинстве своем как социалисты именно социалистическое движение а сианинское движение именно то что и породило такую идею как кибуц земле израиля если говорить принципы истории сианизма то в общем то даже еще до герцеля был такой автор живший в одессе если я не ошибаюсь кстати пинскер который написал книгу отоэмансипация сам типа самоосвобождение евреев это было все навеяно эпохой просвещения которая мощным мощной волной смыла евреев и штатала и они ушли в большой мир думаю что таким образом они станут свободными людьми к сожалению все закончилось очень плачевно после этого затем появляется теодор герцог который был абсолютно ассимилированным евреем вообще не считал себя даже в какой-то степени евреем считал самой великой нации это то ли французов то ли немцев написал даже одну абсолютно антисемитскую оперету живя в Вене был журналистом и у него был переломный момент он был очень активным человеком переломный момент когда было дело дрейфуса во франции что и привело на его мысль что евреи никогда не смогут интегрироваться в других странах как полноценные граждане несмотря на то что уже в сотню лет происходит эпоха просвещения в европе уже почти сто лет прошло после французской эволюции но больше чем 100 лет практически но ничего не изменилось когда нужно найти виновата все равно находят евреев как это было в деле бейлиса в киеве как это было я в деле тейпуса и таких ситуаций было очень много и это его натолкнуло на мысль что у евреев должно быть свое государство и он называет свою книгу медина иудит это еврейское государство это считается началом как такового сионизма дальше конец 19 века если не ошибаюсь первая репатриация в израиле то что называется алья решена это 1886 год может быть я ошибаюсь просто на вскидку но просто хочу подчеркнуть что это была первая сионистская или несмотря на то что назовем это сионистской пропагандой рассказывает нам что они приехали и так сказать возродили эту землю это совершенно не так потому что сотни тысяч евреев жили к тому времени уже в земле израиля не связано с ионистом как например говорим о такой достаточно многочисленном переезде землю израиля в 1799 году нескольких хасидских общин во главе с раминахом эндовом с города вы понимаете что 300 хасидских семей это очень большое количество человек включая всех детей которые сначала селятся в тверь и в цвате потом в общем-то их потомки основы тот ультра то что любят я не знаю значение этого слова ультра ортодоксальный район который называем сегодня мяшарим это все было еще до сионизма но интересный факт и вот в этом как раз я хотел бы немножко поправить что сионизм изначально развивался именно как социалистическое движение и чуть позже появляются ревизиционисты если так можно сказать во главе жаботинским которые стали более так сказать в сторону смотреть в сторону капитализма но изначально государство израиль строились строилась как страна победившего социализма и не нужно датаить никаких иллюзий и вплоть до середины восьмидесятых годов это было абсолютно ну в общем-то умирающее социалистическое государство где восьмидесятые годы было огромное рецессии в общем-то государственный долг был просто непогасим и именно когда приходят правые партии которые именно потомки если так можно сказать наследие жахатинского в том числе лику то израиль постепенно становится тем что мы видим сегодня сегодня за последние 25 лет я бы сказал израиль меняется на 180 градусов ваш покорный слуга приехал в израиль девяносто первом году и это было просто нормально социалистическое государство нас огромным государственным аппаратом и так далее бесконечной бюрократии и естественно кибуцы это было неотъемлемой частью этой культуры те надо давать тебе отчет что те люди которые строили государство израиль это были приверженцы социализма по сегодняшний день в израиле из коммунистическая партия нет не так которая является вместе с арабскими партиями одной из партии в кнесете в объединенном списке с арабами не это настоящая коммунистическая партия которые там плакали на похоронах сталина которые подумают красные плаки празднуют 1 мая и так далее это то как строилась государство израиль не нужно таить никаких иллюзий какой-то небольшой сдвиг происходит там 30-е годы когда приезжают немецкие но опять же это просвещенные и которые хотят спасти весь мир и так далее и пропитаны идеями социализма вот тут как раз и мы говорим еще о конце девятнадцатого века и появляется идея кибуца опять же не сложно говорить о точных исторических фактах кто когда но на самом деле кибуц изобрел один абсолютно ортодоксальный человек это звали раб гордон у которого была идея что когда подъезжаешь землю израиля где нету организованного вот так на тот момент еще конец девятнадцатого государства евреи селятся именно в коммунных взаимопомощи где делают еврейский образ жизни сами себя содержит и так далее эта идея тоже не нова потому что я сейчас говорю о начале девятнадцатого века глава 2 основатель движения хаббат алтаребе 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 старый рабин основатель движения хаббат у него была именно эта идея что евреи которые живут очень бедно за чертой седлости в то время должны заботиться о своем собственном пропитании к сожалению не было только ограничено количество профессий которым евреи могли заниматься и поэтому он начинает целый кампейн о том чтобы евреи переезжали на юг россии так называемую новороссию херсонская николаевская область и так далее екатеринослав да то что сегодня является непром и основывали там сельскохозяйственные угодья и огромное количество туда да переезжают уже его сын туда ездит в отпуск херсонскую губернию для того чтобы отдохнуть там в одном на одном из колхозов если так можно сказать или которые основывают любавические хасиды никакого отношения к сионизму доме еще сто лет до сионизма появляется эта идея евреи которые организовывают хозяйство которых содержит теперь кибуц это было вам немного ну скажем так сегодняшнего здравомыслящего человека немножко сложно представить что такое кибуц хотя по сегодняшний день есть кибуцы которые работают и процветают но их единицы но об этом чуть позже идея кибуца был одном вот настоящая коммуна ну если говорить о философских оригинс да откуда это происходит то эпикурейство великий эпикур не как это очень странно почему общей культуре эпикурейцев считают человек который любит получать довольствие от жизни потому что эпикур проповедовал совершенно другое и он основывает вокруг него основаться около 150 коммун настоящих коммун который ложится потом в основу потому что называется там французская коммуна и так далее более того большинство из этих коммун затем перерастает в христианские монастыри раннего христианства это мы говорим еще о эпикуре так вот эта идея и легла в основу создания кибуца и все общее все материальные ценности они все абсолютно общие где никто не получают так сказать зарплату у кого нету машины то есть машина одна общая одна там несколько на всех ты записываешься и с такой используется машина ты можешь работать позже более поздняя версия кибуца было в том что ты можешь работать за пределами кибуца но зарплата идет на счет кибуца люди которые живут в кибуце они выполняют все функции причем это ты можешь выполнять функцию я не знаю казначей кибуца один день один год на следующий день год ты будешь убирать убирать на кухне все должны быть абсолютно абсолютно равны бесспорно в этом есть романтика плотно того что были кибуца в которых просто отрицалось понятие семьи и вы понимаете что есть даже такая шутка что в кибуце когда проходит когда проходит свадьба то принципе на еврейской свадьбе жених говорит невесте я посвящаю тебе себе в жены под традицией мужей израиля шутка ходила чтобы я попытаюсь было перевести с иврита что кибуца говорили что я посвящаю тебе жены себе всему нашему хозяйству и всем кому захочется это было как обычное время все было доведено до полного фанатизма но в каждой шутке столько доля шутки да а вот я смотрел какую-то передач по поводу кибуца может быть это один из всех удачных на сегодняшний день и там рассказывали такую историю что в принципе любой молодой человек достигший там 18 17 летнего возраста может выбрать любой университет мира и кибуц ему оплачивает это образование безвозмездно практически только с одной цели что он обязан вернуться в кибуц но тоже с такими скобочками обязан потому что многие не возвращаются и работать на благо это кибуца это же положительная тенденция есть деньги давайте так кибуцное движение практически умерла в конце 70-х годов начиная с конца 70-х годов находится находилась практически полностью на государственном содержании именно для того чтобы так сказать это сохранить эту идею коммунистического сионизма который был изначально теперь причина абсолютно естественно даже если тебе твоя твое хозяйство оплачивает учебу в университете то почему ты как молодой человек которому открыты такие возможности захочешь вернуться и жить этой коммунной жизни не знаем как заканчиваются все идеалы действительно может быть какой-то степени хорошие но все-таки идеалы нереалистичные чисто коммунистического образа жизни который исповедует кибуц на сегодняшний день есть небольшое количество кибуцев которые не просто выжили а стали очень прибыльным во-первых произошла определенная реформа то что я уже сказал что если то этой реформы нельзя было вообще за пределом кибуца ничем заниматься только там сегодня разрешается работать где угодно главное чтобы ты возвращался в кибуц но те кибуцы которые выживают это те которые отошли от как таковой идеологии с этим связанным и ушли в бизнес начали просто не то что вот мы у нас все общее и так далее я вообще категорически противник любой идеологии я считаю что идеология это если человек принимает какие-то решения корректирует свои отношения с людьми зависимости от идеологии это утопия до недавнего времени американское общество было гораздо более прагматичным и идеология была совершенно на втором плане и в общем то мы ходили на работу зарабатывали деньги чтобы на благополучие своей семьи и кто за какую партию голосует никого не интересовал и только в тот момент когда есть те кибуцы которые уходят от идеологии эти кибуцы становятся моментально прибыли например это очень интересный факт что большинство прибыльных кибуцов сегодня это очень религиозные кибуцы которые я если вы будете туда будете в израиля эти несколько из них очень рекомендую посвятить не могу сейчас говорить о всех но такие есть при этом если не религиозный кибуц еще одна вещь которая в кибуцах сегодня работает — это туризм. Сегодня подавляющее большинство в нерелигиозных кибуцах волонтёров — это жители Скандинавии, Германии и так далее, которые просто для них — это офигенная романтика, они там приезжают, собирают апельсины и чувствуют себя просто вот, для них уже Машех пришёл. Это действительно очень распространённая вещь в Израиле. Есть, так сказать, называемые туристические кибуцы, куда просто люди приезжают с других стран, совершенно не связаны с еврейством и там хорошо проводят время. Сами понимаете, в кибуце — это, ну, в общем, как вы понимаете, что это хорошо проведённое время, такой пионерский лагерь. А то, что там трудовые лагеря были в своё время, куда отправлялись поработать. Да, но те кибуцы, которые действительно успешны, например, есть один кибуц, который решил разводить осётров. По-моему, там даже какие-то русскоязычные товарищи были в этом замешаны, но, как вы понимаете, осётр, он почти кошерный, но всё-таки не кошерный. И поэтому осетровая икра, она как-то в Израиле сильно не пошла, при том, что не значит, что в Израиле все соблюдают кашуру. Но, дамы и господа, сегодня самая ценная осетровая икра — это не с Сахалина или откуда её, из Каспийского моря, это чёрная икра из израильского кибуца. Они там разработали совершенно какую-то новую технологию. Это один из самых прибыльных кибуцев, который сегодня есть. Такая же кибуцная жизнь, но они ушли в бизнес. То есть коммунизм перешёл в нормальный капитализм, без экономической идеологии. Один замечательный кибуц, который я очень рекомендую всем посетить, который полностью ушёл от экономической идеологии. Да, там точно так же всё общее, но там сразу работают несколько очень успешных бизнесов. Это кибуц Лави. Кибуц Лави находится недалеко от Кинерта, буквально там 10 минут езды от Кинерта. Красивейшее место. Я сам там провёл несколько дней, там на одном семинаре мы останавливались. Категорически рекомендую туда поехать. Этот кибуц многие, если кто-то из наших слушателей, зрителей ходят в синагоги, большие американские синагоги, или кто-то был на могиле Любанческого Рэба здесь в Квинсе, вы точно знаете этот кибуц. Этот кибуц, у них огромнейший международный бизнес. Они делают так называемый кастом-мейт обустройство синагог. Вот мебель синагоги, вот эти стулья, скамейки, откидные и так далее, вся мебель на могиле Любанческого Рэба сделана в кибуце Лави. Все крупные синагоги, которые современно оформлены, это делается всё в кибуце Лави. Они приезжают, они делают дизайн, они там всё это изготавливают и привозят, устанавливают. А я говорю о синагогах не на 200 человек, а синагогах на полторы тысячи человек. Это огромнейший кибуц, это индустрия, в которой они заполнили весь рынок, очень дорого, но высочайшего качества. А самое, почему я рекомендую съездить в этот кибуц, там потрясающая гостиница. Настолько потрясающая, которая работает точно так же. Я там знаю одну женщину, которая была, почему я привёл пример с казначеем, она была казначеем этого кибуца, огромнейшего мультимиллиардера кибуца, а следующий год она работала тем, что на завтра готовила яичницу в этой гостинице. Это реальная ситуация. Этот кибуц живёт по тем же самым правилам. Там есть автопарк, ни у кого нет машины, если тебе нужно куда-то поехать, никто пока не нуждался, всегда ты можешь прийти и взять машину в автопарке этого кибуца и поехать куда тебе нужно. Там люди есть, у меня есть один знакомый, который какой-то там профессор биофизики, биохимии, чего-то там в Телевикском университете, он ездит на работу, возвращается обратно, его зарплата идёт в кибуце. Ну а гостиница, дамы и господа. Я там был на одном семинаре, который я проводил ещё с одним своим другом из Одессы, тоже раввином, который ужасно сладкоежка. Так там на ужин давали 12 разных видов тортов. Мой друг съел 8 глянок. Всё в порядке. Но категорически рекомендую посетить кибуц лави, потому что если вы хотите посмотреть красивейший север Израиля, это самое лучшее место остановиться, я у них не работаю. У меня есть один вопрос. Это девушка, которая работала казначей, она следующий год работает при приготовлении яичницы. Её, ну не сказать доход, потому что дохода нет никакого, да? Блага, которые она получает в этот год и в следующий год, они же не меняются у неё, правильно? Абсолютно одинаково. Потрясающе. А так всё-таки, с вашей точки зрения, кибуц – это атовизм или это наше будущее? Я предпочитаю, выдерживаю сомнение, что у всех есть свобода выбора. Я не думаю, это вариант, это не обязательно лучший вариант, но если кому-то это подходит, это замечательно, он должен быть. И в этом и заключается весь иудаизм. Как, знаете, анекдот про программисты. Старый анекдот о том, что программисты, когда ложатся спать, он ставит у себя возле кровати два стакана, один с водой, один пустой. Зачем? Один на случай, если он захочет пить, другой, если не захочет. Это идея иудаизма, продумать все варианты. Мы вышли из рабства при выходе из Египта, но первая глава после выхода из Египта, которая начинает нам давать заповеди, первая заповедь, которая дается, это заповедь о том, что как ты должен обращаться с рабом, или если ты попадешь в рабство. И, казалось бы, это абсолютно кощунственно, потому что мы только вышли из рабства. Рабства нет. Long walk to freedom, как говорили в Нелсо Манделло и так далее. Но первая заповедь, которая дается, нам она дается заповедь о рабстве. Говорит один из моих учителей, который, к сожалению, ушел из этого мира прошедший год, Раб Джонатан Сакс, о том, что свобода заключается не в том, что мы отменим рабство, а свобода заключается, что человек сможет выбирать, быть рабом или нет. И поэтому настоящий выбор, это кибутс должен быть, кто кому-то подходит, пусть там живет. Потрясающая мысль, что рабство. Я сторонник этой мысли вот на 120%. И когда со мной спорят в этой стране, что есть люди, которые там без определенного места жительства, я говорю, что это в принципе их выбор. В этой стране, если ты хочешь, ты можешь добиться всего, чего угодно. Спасибо огромное. Это был потрясающий разговор. До встречи на следующую пятницу. Прямо все. Продолжение следует...